Не нагуляла, а налюбили. Два козленка, которых камерунская коза Дусе выводит в свет, плод страстных чувств к другому чужеземцу, нигерийцу Робину. Малышей назвали Дивули и Чернушка. Из-за абсолютно разного окраса нетрудно догадаться, кто есть кто. А клички придумывали дети. В зоопарке даже устроили специальный конкурс на лучшее имя. Сегодня козлята, о котором немного больше месяца, впервые услышали, как их зовут. Какая тебе больше нравится? Беленькая. Почему? Потому что там я беленочка, а там чернушка. Какая больше понравилась? Белая. Почему? Потому что. Не менее, чем сами козлята интересны истории любви, предвещающие их появление. Мама Дусе вдруг перестала обращать внимание на постыливших ухажеров. Видимо, экзотики захотелось. В общем, однажды Дуся сбежала из вольера, легко перепрыгнув ограждение, и отправилась, минуя загоны, на рандеву с незнакомцем, камерунским козлом Робином. Сам он на привязи, поэтому и инициативу пришлось брать в свои копыта. Бегала на свидание она к нему регулярно, недели три подряд. Очень сложно за ней углядеть, потому что коза очень шустренькая. Преграда у нас в зоопарке в контактной части специально сделана так, чтобы козочки могли перепрыгивать, но мы не рассчитывали, что ее чувства будут настолько сильными, что она будет так регулярно и так часто к нему сбегать. Противиться этим отношениям мы просто физически не могли. Поэтому, ну что сказать, плоды любви получились красивыми, здоровыми, и это самое главное. Сергей Томилин, Ренат Бигбаев, Объективно, ННТВ.